Детский многопрофильный стационар Сейчас будет к 30-летию больше половины ремонтных работ выполнено. Очень удобно для пациентов, очень симпатично, удобно для врачей. И здесь будет соблюдена безопасность оказания медицинской помощи пациентам. Сегодня свои двери для детишек за Волжей открывает обновленный травпункт, который переехал в здание рядом с приемным отделением больницы. Травмцентр функционировал в этом помещении и раньше, правда только со второй половины дня и до утра следующего. Теперь круглосуточно и круглогодично малышей будут осматривать в одном месте. Здесь вообще все изменилось. Начиная от высоты потолков, от ширины коридоров, от светлых окон. То есть мы убрали лишние двери, но с пожарниками все согласовали. То есть чтобы на самом деле это было удобно. Мы здесь сделали, чего не было вообще, доступную среду. То есть таких пациентов у нас не очень много, к счастью. Но они есть. Поэтому вот впервые здесь это было сделано. Дали травпункту и новое имя. Заживайка. А к новым стенам закупили современное оборудование и комфортабельную мебель. На финишную прямую выходят ремонтные работы в отделении медицинской реабилитации детского стационара. К апгрейду полностью готовы оперблок и хирургическое отделение. Их планируют открыть к концу года. Хирургия также получит новый статус и будет носить имя основателя хирургической службы больницы Владимира Борисовича Козлова. Все коллеги-врачи с трепетом относятся к воспоминаниям о нем. Он был человеком. Он, к сожалению, прожил короткую жизнь. Но перед тем, как прийти в нашу больницу, он работал много... был за границей, в горячих точках. Очень был хороший оперирующий хирург. К 21-му году на базе больницы номер один появится современный центр охраны здоровья женщин и детей. Со слов руководства медучреждения, это будет отдельный городок. Даже со своей собственной парикмахерской. У нас есть соглашение с правительством, в рамках которого, например, на данный центр охраны материнства и детства должны быть заведены дополнительные 32 миллиона рублей, для того, чтобы вот эта программа была не просто такими островками, но и была качественная медицина всего детства, которое есть на территории Нового года. Накануне технического открытия травпункта с ходом ремонтных работ и реализации крупнейшего проекта в сфере здравоохранения ознакомился губернатор Сергей Морозов. Глава региона еще раз подчеркнул важность совершенствования детского здравоохранения в рамках десятилетия детства. Напомним, масштабная программа стартовала в стране с распоряжения президента Владимира Путина в начале этого года. После осмотра Сергей Морозов провел в больнице совещание с медицинским сообществом региона. Мы, наверное, будет правильно сказано, не ремонтируем. Мы это заостроим. Оставляем в большом счете, что голые стены там снаружи, все остальное, и проводку, и все, что связано с решением инфраструктуры, все, что связано с вентиляцией и полами, и мебелью, и комфортом, и даже, так сказать, созданием совершенно новой такой дружелюбной обстановки, основное внимание участники заседания акцентировали на финансировании приоритетных проектов в области здравоохранения на будущий год. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.